Психотерапевт Анатолий Кашпировский стал знаменитым в 1989 году, когда, начиная с октября, раз в две недели центральное телевидение показывало сеансы с ним. Всего было организовано шесть таких передач. Вы видите фрагмент четвертой по счету телевстречи с психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Внешне с тех пор он практически не изменился, хотя прошло уже почти 30 лет. И сейчас Анатолию Кашпировскому никак не дашь его 76. Свои встречи со зрителями он называет выступлениями. Знаменитый психотерапевт утверждает, что проводит коррекции телесных недугов. Их список насчитывает десятки заболеваний. В том числе, якобы у тех, кто побывал на его выступлениях, рассасываются рубцы. Когда шли на мои передачи, у него исчезла аневризма, аорта, грудного брюшного отдела, исчезли следы инфарктов, колоты, резанные раны ушли. Таких случаев тысячи. Значит, первое, что самое главное, это коррекция ткани. Вспомнил Анатолий Кашпировский и ставшие уже знаменитые случаи дистанционного обезболивания во время проведения операции. Психотерапевт находился в телестудиях Москвы и Киева, а операции проводились в других городах. Обезболивание пациенток проводилось без гипнотического воздействия. В Ялте мне пришлось провести обезболивание уже так наяву близко к женщине, которая была саркома коленного сустава. Где-то 70 сантиметров штырь титановый был поставлен ему, она до сих пор ходит с ним, без наркоза. В Абакан Анатолий Михайлович приезжает уже во второй раз. Впервые встречи проводились в сентябре 2012-го. На них побывали десятки тысяч зрителей. Наверняка и нынешние выступления вызовут не меньше интерес тех, кто до сих пор верит в чудо. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.